Небо хорошее, погода хорошая, тепло. Праздник в принципе. Солдат вернулся с войны, с фронта. Ну и это хорошо. На этом видео пятилетней давности Алексей Ануфриф выглядит слегка измученным и уставшим. Но болезнь здесь ни при чем. Он еще здоров. Просто только что вернулся из тяжелой экспедиции по местам Великой Отечественной войны. Под Нижним Новгородом тогда удалось найти останки солдата Ярославца, который считался без вести пропавшим. Его похоронили на родине со всеми воинскими почестями, как и подобает тому, кто сражался за родину. Тогда жизнерадостный Алексей и предположить не мог, что через несколько лет ему тоже придется сражаться за собственную жизнь. Надо побороться. Побороться за жизнь. Рак такое заболевание, что кого-то он не щадит, а кто-то выживает. У жизни стоит попытаться отвоевать время. Диагноз «вторая стадия рака» Алексею поставили в мае 2012 года. Все это время о болезни знали только самые близкие и верили, что ее можно остановить. Позади уже радиотерапия, операция, несколько курсов химии и гормонов. И вот новый удар. Недавно пришли очередные анализы и показалось, что есть рецидив заболевания. И близко пошли верх онкомаркеры. И нас это, конечно, очень осторожило. И буквально сразу же стало понятно, что пошли метастазы. Оказалось, болезнь прогрессирует. Сейчас за жизнь и здоровье Алексея готовы бороться врачи крупного медицинского центра в Германии. Правда, лечение недешевое – 5000 евро за один курс. А сколько их понадобится, пока неизвестно. Но счет идет уже на миллионы рублей. Чтобы спасти жизнь мужа, Ирина решилась на отчаянный шаг. Открыто обратиться за помощью к друзьям и тем, кому не все равно. Находясь рядом с Лешей, это всегда позитив, это всегда радость, это всегда какое-то море энергии. И мне кажется, что сегодня наступил как раз тот момент, когда мы должны вернуть ему эту энергию и как-то помочь человеку. Леша очень редкий человек, и поэтому таких очень мало. Таких надо беречь. Сейчас надо мобилизироваться. То есть максимальное количество людей, мне кажется, должны подключиться. Потому что Алексей, человек весьма и весьма известный в нашем городе. Может быть, кто-то там не знает какие-то подробности. Например, все прекрасно знают частушки про локомотив, исполнение мамульки Бент или гимн Шинника. Шинник, Шинник надо гол. Это все он. Поэтому я думаю, что стоит, наверное, всем помочь. Будучи профессиональным журналистом, она так часто рассказывала о чужой боли, но сегодня с трудом подбирает слова, чтобы описать собственную. Все, кто знает, что такое Ирак? Понимает, о чем я говорю, когда ты переживаешь то, что шок. Просто ты не можешь дышать, говорить, жить. Ну, ты себя берешь как-то в руки. Чтобы помочь Алексею Ануфриеву, вы можете перевести любую сумму на счет в банке. Реквизиты сейчас на ваших экранах. Эти данные появятся и на нашем сайте в интернете. Вместе с Ириной мы верим, что болезнь удастся побороть. Ольга Преснухина, Денис Ромашов. День в событиях.